Друзья, сегодня видео 10 советов, как стать Альфой. Кто-то сказал Альфа? Как дела? Как дела, мужик? Очень рад видеть вас, Антонио, спасибо, что позвал меня к себе в гости. Что ж, тогда начинай. Хорошо? Когда я говорю «уродец», я не имею в виду внешнюю красоту. Я имею в виду ту неуверенность, которая у вас появляется по поводу того, как вы выглядите, как вы себя ведете и как с этим быть. Сегодня в видео мы разберем 10 способов, как избавиться от этой неуверенности, чтобы стать Альфой. Мы с Антонио очень часто читаем в комментариях, что вы, ребята, пишите, что вы не такие привлекательные, как другие люди, по трем очень частым причинам. Вы говорите про мои зубы, какого размера у меня руки, мой глаз, что вы про него скажете? Друзья, у всех есть проблемы. Мои уши! Вы видели эти уши? Язык, тело. Где ты взял такие руки? Я уже сказал это, он снова поднимает тему. Прости, это все руки. У всех у нас есть что-то, что делает нас неуверенными. Цель этого видео, друзья, определить эти недостатки, выбросить их в окно и сфокусироваться на ваших сильных сторонах. Мы не только расскажем, как выделить свои сильные стороны и избавиться от недостатков, а также расскажем, как выглядеть и чувствовать себя прекрасно. Номер один! Господа, давайте поговорим о вашем теле. Я знаю, что многие из вас недовольны тем, что у них есть. Когда я был помоложе, я был очень худой. Меня все называли костлявым тони. Кто-то из вас имеет лишний вес, кто-то просто здоровый. У другого, может, слишком широкие бедра или узкие плечи. Что бы то ни было, всегда есть способ с этим справиться. Начинайте заниматься спортом. Что мне помогло набрать уверенности в себе? Это тренировки. Я пошел в зал, когда мне было 12. И продолжаю заниматься этим всю свою жизнь. Речь идет не о том, чтобы накачаться, а о том, чтобы себя настраивать и дисциплинировать. Чтобы вы могли преодолеть 4-метровую стену. Или выжать от груди 100 килограмм. Вы не сможете увидеть кубики, но вы знаете 100%, что вы сильны и ваше тело в тонусе. Вообще не играет никакой роли. Есть у вас 6 кубов, или у вас один большой куб. Конечно, было бы круто, но вот такова реальность для большинства из нас, парней. Суть занятий, чтобы укрепить ваше тело, ваш ум. Если вы недовольны вашим телом, тогда тащите свой зад в зал. Номер 2. Хорошо пахнуть. Что я подразумеваю под этим, нельзя плохо пахнуть. Потому что если от вас пахнет, то люди будут держаться от вас подальше. Я общался с одним парнем, он сказал, что не пользуется духами. Я спросил, пользуется ли он дезодорантом, он сказал да. Потому что понимает силу запахов и не хочет, чтобы от него шарахались люди. Поэтому обращайте внимание на запах изо рта, на то, как ваша одежда пахнет. Если вы курильщик, то учтите, что это отпугивает многих людей. Ты пахнешь восхитительно, а как я пахну? Давай понюхай меня. Опьяняюще. Номер 3, друзья, плохая кожа. Каждый парень должен делать простые вещи каждый день. Надо мыть лицо дважды в день. Надо очищать лицо от мертвой кожи, чтобы лицо выглядело приятно. Дважды в неделю. Необходимо увлажнять лицо утром и вечером. Утром увлажнять кремом, в котором есть защита от солнца. Чтобы солнечные лучи не могли травмировать вашу кожу. Ночью надо другой крем, который бы восстанавливал и питал вашу кожу всеми витаминами. Чтобы утром вы проснулись красавчиком с гладкой кожей. Говоря о лице, перейдем к четвертому совету. Как получить более зрелое лицо, чтобы вы выглядели сильным. Навряд ли что-то получится сделать с формой лица, но вы можете отрастить себе бороду. Да, ты чувствуешь это? Да! Борода это отличный способ подчеркнуть линии на лице. Придать ему выразительность и выделить челюсть. Вот что, есть исследование, ты знал об этом? Да, да, что-то припоминаю, я кажется писал об этом. Так вот, они показывали женщинам фотографии мужиков с разной длиной бороды. И вот что выяснилось, оказывается, мужчины. С 10-ти дневной щетиной выглядят наиболее привлекательнее для женщин, чем гладковыбритые или супербородатые. Вот такая вот, как у меня, потому что я хочу выглядеть секси. Совет номер 5. Пиджаки и куртки. Кто-то из вас носит пиджаки? Кожа, естественно. Пиджаки, они формируют плечи и фокусируют внимание на руках. К тому же они нас вытягивают и создают более сильный образ. Не имеет значения, что вы выбираете куртку или пиджак. Смотрите, чтобы он формировал вам плечи и делал более мужественный силуэт. Да, не стоит забывать, что кожаные куртки делают вас автоматом в 10 раз сексуальнее. Да, есть исследование, в котором говорится, что кожаная одежда делает вас более мужественным. Как вы думаете, почему я ношу это? Ему нужна она, когда он рядом со мной, так? Шестой совет – полированные туфли или ботинки. Они выделяются. Давайте на чистоту. Женщинам нравится красивая ухоженная обувь. Потому что исторически это говорит о вашем статусе в обществе. Потому что обувь была всегда одной из самых дорогих частей мужского гардероба. И если у вас дорогая хорошая обувь, значит у вас есть ресурсы, чтобы позаботиться о других. А теперь о ботинках и каблуке. Мистер Марина, что делает каблук на ботинках? Да, 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 это правда. Я коротыш, у меня где-то метр семьдесят. Так что ботинки помогают мне чувствовать себя увереннее, более высоким. Да ты стоишь с осанкой, это тоже важно. Поэтому, когда речь идет об уверенности, то вам необходимо избавиться от мыслей, типа, что вы недостаточно высокого роста. Так что, когда вы надеваете пару ботинок или отличных туфель, то люди начинают говорить вам комплименты. Туфли могут поднять ваш статус до альфа уровня прямо в одно мгновение, так что не дайте никому запутать ваш мозг. Женщины всегда замечают обувь. 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 Седьмой совет. Погоди, погоди. А, нет, ничего, продолжай. Седьмой совет. Стой, стой, стой. Что ты делаешь? Вы видели это? Манеры, друзья, все дело в манерах. Если у вас плохие манеры, вы перебиваете людей, ведете себя некрасиво. Если у вас плохие манеры, это выглядит ужасно, люди замечают такие вещи. Не говорите спасибо, пожалуйста. Люди очень хорошо относятся к тем, кто выше них по статусу, будь то их босс или директор. Но как они относятся к тем, кто ниже них, у кого нет влияния? Скажем, персонал в кафе или магазине. Вы проявляете уважение к таким людям? Уборщик, вы знаете вашего уборщика по имени, будь то в школе или на работе? Почему нет? Этот человек делает вашу жизнь приятнее. Поблагодарите его, потому что ему никто не говорит таких вещей. Так что поблагодарите его за ту работу, которую он делает. Каждый человек заслуживает уважения. Спасибо, пожалуйста, будьте добры, манеры, ребята. Если у вас их нет, тогда пора завести. Восьмой совет, создайте вокруг себя антураж. Не будьте одиноким волком. Исследование очень простое. Каждый раз, когда вы входите в бар или в любое другое место, которое вы посещаете сами по себе, и нет никаких сигналов, которые бы подтверждали вашу причастность к этому месту, да, вы можете выглядеть хорошо. Но если не поступают другие, более важные сигналы о том, как люди реагируют на вас, если вам не с кем пойти, тогда попробуйте прийти пораньше, познакомиться с людьми, скажем, с барменом, чтобы другие видели, как к вам относятся. Женщины думают, о, этого парня все знают, и в этот момент ваш статус повышается. Аарон, когда ты рядом со мной, что происходит? Я чувствую себя лучше, люди хотят со мной общаться, потому что обычно я не такой обаятельный. Да, он немного странный, но суть в том, что когда вы окружены людьми, особенно другого пола, то это воспринимается другими как нечто особенное, и ваш статус повышается. Номер девять. Если у вас что-то не то с глазами, у вас есть мешки или фингал. Да неважно, что-то вас беспокоит, просто наденьте пару очков. Вы видели, что произошло, когда он надел очки? Моментальная крутизна. Вы становитесь более серьезным, потому что люди не могут увидеть ваших глаз и понять, что вы думаете. При этом очки, они привносят некоторый баланс на лице. Так что, если у вас есть какая-то проблемка, у меня есть шрам где-то вот тут на брови, и я постоянно думаю об этом, а когда надеваю очки, я расслабляюсь и забываю об этом. Только ты их надел по-дурацки. Да, надевайте очки правильно. И, наконец-то, последний совет на сегодня. Уверенность. Господа, у вас должна быть уверенность. Как я уже говорил, если у вас есть какие-то проблемы, которые вам мешают, скажем, у вас большой нос или большие ноги. Ты говоришь про мой нос? Нет. Да ладно, я знаю, у меня еще и уши. Что есть, то есть. Гордитесь тем, что у вас есть. Знайте вашу цель и то, зачем вы живете. Сфокусируйтесь на своей сильной стороне. Знаешь, в чем правда? Мы сами по себе самые жесткие критики. Я сотни раз слышал от людей. О, у меня это плохо или это мне не нравится в себе. Я ни разу не слышал обратного. Потому что я думаю о себе в первую очередь. Люди очень сфокусированы на себе, они эгоисты. Когда вы это поймете, то вы начнете делать максимум, чтобы привносить ценность в жизнь других людей. И тогда люди закроют глаза на все ваши недостатки и будут смотреть на вашу истинную сущность. Господа, вы восхитительны. И мы, Антонио и я, уверены, что вы просто суперфантастичны. Он так любит обниматься. Я люблю тебя. Мы также любим вас. Да, это так. Мы любим вас и я люблю тебя. И я тебя. До встречи, это было здорово.